Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Детский музыкальный театр «Алле Драмс» – единственное юношеское барабанное шоу в Поволжье, обладатель Гран-при, призер фестиваля, занесенного в Каннигу рекордов Гиннеса. Каждая постановка – это мини-спектакль, где креативно переплетается драматическое действие, хореография и игра на музыкальных инструментах. Вот такая необычная подача музыкального материала стала визитной карточкой коллектива и его особенностью, которая быстро нашла своих поклонников среди детей и зрителей. Бережно относясь к творческим достижениям прошлых лет, коллектив постоянно работает над пополнением своего репертуара. И сегодня Елена Ананьевит – педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, художественный руководитель образцового детского музыкального театра «Алле Драмс» у нас в гостях в студии. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Елена. Ну что же, давайте побеседуем о вашем коллективе. Очень хочется, наверное, начать с истории создания. Все-таки как и когда все начиналось и почему, собственно, барабаны? Ну, сразу задаю почему-то несколько вопросов. Так хочется узнать побольше о вашем коллективе, потому что он действительно очень интересный, уникальный. Так давайте начнем с истории создания. Ну, что можно сказать по поводу создания? Наверное, первое, что так сошлись звезды. И однозначно, наверное, не скажешь про это. Ну, в некотором смысле, понятно, что имеет значение то, что я достаточно давно работала с детьми, и именно детьми дошкольного возраста. И по мере того, как происходили мои отношения с ними и так далее, я понимала, что дети развиваются в рамках дошкольного учреждения до какой-то планки. И потом они уходят, и часто случается так, что они уходят практически в никуда. И не каждый из них находит хорошего педагога, чтобы развивать дальше его способности, его одаренность. И к определенному моменту какая-то группа таких одаренных детей сформировалась у меня на базе дошкольного учреждения, где я достаточно давно тоже работала. И возникла идея создания номера. Это, наверное, одна часть организационная. Вторая часть образовательная. Как возникла именно идея использования музыкальных инструментов. Я сама вообще по специальности и по образованию вокалист. И, наверное, если бы 10 лет мне кто-то сказал, что у тебя будет барабанное шоу, я, наверное, покрутила бы у виска. Вот. И просто, опять же, работая с детьми, я понимала, что, ну, так скажем, развить вокальные, например, навыки достаточно непросто. И это можно сделать у очень узкого круга воспитанников. Развить хореографические навыки тоже, ну, достаточно проблематично. Но есть сфера развития именно дошкольного, именно детей младшего возраста, дошкольного, которая, в общем-то, доступна всем. Она называется элементарное музицирование. И придумала его не я. Придумал его достаточно давно, более 100 лет назад, известный немецкий композитор-педагог Карл Орф. Просто на какое-то время, наверное, наша педагогика, то есть если в советское время наша педагогика это использовала очень активно, и можно сказать, что все пионерские отряды, наверное, были построены на принципах этого развития. Вот. Потом в некое, то есть был какой-то перерыв, и мы, наверное, потеряли эти традиции. Так вот, основываясь на этих методах, я стала развивать именно вот эти навыки у детей и поняла, что в реальности это большой образовательный ресурс, большой развивающий ресурс, и это доступно очень широкому кругу воспитанников. Вот. Таким образом... Доступны по способностям вы имеете в виду. Да. То есть дети способны этим заниматься, и у них получается. Да, да. То есть это именно то, что может сделать практически каждый ребенок. Мало того, это игра. А игра, как известно, ведущая деятельность дошкольника. Вот. То есть она сама по себе уже интересна, вызывает интерес. И, конечно же, отдача будет больше, нежели какая-то, может быть, другая деятельность. Вот. Таким образом я вышла вот на эту область. Ну и... Но ведь самой наверняка тоже пришлось учиться, ведь вы же не знали ни методику. Ну, ритмика понятна. Но ведь здесь нужно быть самой профессионалом в этой области, чтобы детей-то учить. Ну, вы знаете, здесь, ну, наверное, не обойдусь без каких-то личных, ну, ссылок, комментариев. Уже когда все закрутилось, и мы работали уже, наверное, года два-три в этом направлении, коллектив сформировался, и мне задавали вопросы, откуда, почему и как. И на каком-то там семейном торжестве мы вспомнили, и это всплыло, что мой папа, он вырос и родился в Санкт-Петербурге. А этот город, где именно очень развито это направление, он все свое детство пробарабанил во дворце пионеров, потом всю юность он проиграл на барабанной установке в группе. Ну, понятно, что женился, семья, и это все ушло в лето. Вот. И мы об этом, в общем-то, достаточно долго... То есть вы, не ведая того, стали продолжателем ницей традиции своего отца, ну, просто так, да, конечно, ничего не бывает, я согласна. Помните свой первый номер, как вы его поставили, ну, естественно, когда уже обкатали его на зрителей, какая была первая реакция у детей, у вас, у зрителей? Ну, самый первый номер, это был еще, опять же, в дошкольном возрасте, ребятам было где-то по шесть, по пять лет. Мы поставили его, это был марш Ториадоров Жоржи Бюзе, и первый выход, это был конкурс «Звездный дождь». Мы, конечно, волновались, мы не понимали, как встретить нас с публикой и так далее, как оценить нас жюри, но все было хорошо, и, в общем-то, девочки показали свои способности, и нас оценили, в общем, по достоинству. Потом потихоньку мы, конечно, начали двигаться дальше и обрастали другими номерами, вот, и сейчас в репертуаре коллектива, ну, около 15 постановок, то есть полноценных, театрализованных, и которые, в общем-то, наверное, были бы уместны для любой публики, как для маленькой, так и для взрослой. У нас есть, конечно же, мы приготовили видео выступления ваших коллективов, и вот сейчас предлагаю посмотреть такое небольшое попури, нарезка из выступлений. «Полундра! На бортах!» «Полундра! На бортах! 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 Продолжение следует... 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 со своим видением, они импровизируют и так далее. И могу сказать, что многие из них уже подумывают о том, чтобы продолжить музыкальную карьеру и музыкальное образование на более высокой ступени. Но, наверное, проблема пока на данный момент в том, что мы образовательные учреждения, но мы не школа искусств, и мы не даем документа по мере того, как дети от нас уйдут. Мы не можем дать им аттестат, который, как известно, важно при поступлении, допустим, в учебное заведение. Но я думаю, что... Ну а звание образцового разве не дает какие-то, я не знаю, преференции, гарантии? Ведь не каждый коллектив называется образцом. Это же ведь нужно еще и заслужить. А вы образцовый коллектив. Ну, мы надеемся, что по нашим воспитанникам действительно это поможет, и в перспективе это будет все-таки, так скажем, ну, проходной билет в их поступление в ВУЗы. И это старшая. И есть младшая группа, которая, можно сказать, только делает первые шаги. Вот. Это, так скажем, дети, которые пришли, кто-то пришел просто по объявлению и остался. Есть дети, которые, так скажем, от знакомых узнали о нашем коллективе и пришли к нам. Вот. То есть малыши, конечно, делают первые шаги робко, но у них есть и талон перед глазами. Они, конечно, стремятся быть такими же, пытаются что-то повторять на совместных репетициях, то, что делают старшие. В общем, пытаются расти. А вот давайте обратимся как раз к видео выступления вашего младшего коллектива. Посмотрим все вместе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому! Елена, игра на барабане как развивающая образовательная технология. Расскажите, пожалуйста, в чем все-таки состоит именно эта изюминка и уникальность исполнения? В реальности действительно игра на барабане и на ударных инструментах является и обладает очень мощным развивающим ресурсом. В реальности, да, это не нами доказано, и есть практика даже каких-то учреждений коррекционных, которые занимаются коррекцией детей с ограниченными возможностями здоровья. И они используют в методиках своих коррекций именно ударные инструменты, как прием, который увеличивает, усиливает развитие моторики мелкой, крупной в том числе. И, соответственно, они влияют на развитие коры головного мозга, то есть формируются определенные нейронные связи, которые отвечают за развитие речи и вообще за общее развитие ребенка. И, используя этот ресурс, даже на наших детях очень заметно, когда они начинают заниматься этим, они становятся более развитые, они становятся более координированные, они лучше разговаривают и так далее. Кроме того... Лучше ли они учатся? Ну, я думаю, что да, может быть, на этот вопрос лучше бы ответили родители наших воспитанников, но, скорее всего, я думаю, что это влияет на их успеваемость, потому что практически наши дети, они и в школе успешны, вот, то есть не бывает такого, что у нас он солист, а там он двоечник. Нет, такого нет. Кроме того, ведь барабан очень древний инструмент, и в реальности можно сказать, что это самый первый музыкальный инструмент. И традиция музицирования на барабане, они сидят у нас под корки, потому что люди еще не разговаривали, но они били там палкой о камень и таким образом общались. И, видимо, вот это настолько у нас изнутри, что детей не нужно заставлять играть на барабане, то есть даже взрослого, если поставить, то он будет играть на барабане. И таким образом можно сказать, что барабан – это некое средство общения, ведь дети в коллективе, играя на инструментах, в первую очередь, они учатся слушать друг друга, да, учитывая нынешний век, когда они в основном общаются все в гаджетах и, как правило, не умеют общаться. И это очень важно в плане социализации ребенка в обществе сверстников. То есть реально мы говорим о том, что сначала мы детей учим слушать, а потом уже все остальное. Только через это возможно развитие в нашем направлении. Вы знаете, слушая вас, я сейчас вот о чем подумала. Во-первых, расскажите, какие у вас музыкальные инструменты, насколько оснащена школа ими. И ведь репетиционный процесс, мы сейчас не говорим о выступлениях, ведь это действительно такая большая шумность. Как проходят у вас репетиции, как вы дозируете хореографию, барабаны, драматургию, и ведь наверняка это сложно все еще и совмещать. Ну, на самом деле, да. Можно, наверное, сделать такой пример, что наш педагог Андрей Игоревич, он не первый наш педагог, потому что, наверное, с детьми, тем более с детьми, которые играют на ударных инструментах, причем они играют не всегда хорошо, может выдержать не каждый. Конечно. Вот. Ну, здесь мне, наверное, помогает большой опыт именно работы в дошкольной среде. То есть это научило меня правильно строить занятия, дозировать виды деятельности в той или иной мере. И, ну, учить детей слушать себя в первую очередь, и учить их распределять свои обязанности на занятии. Вот. И, наверное, ну, опять же, да, если возвращаясь к младшей группе, то главный принцип все равно – это игра. Вот. То есть мы дозируем игровые упражнения с постановочными. Иногда бывает, конечно, что да, надо себя держать. Это дисциплина на самом деле. И не зря у нас в младшей группе так сложилось, что если старшая группа – это больше такой женский коллектив, и там превалируют у нас девочки, то младшая группа у нас, наоборот, это мужская группа. Вот. К ним, конечно, уже несколько другой подход. Вот. Мы больше делаем упор на дисциплину, потому что в любом случае, конечно, это такой инструмент, да, как вы знаете, в общем-то, это военный инструмент. Конечно. Он дисциплинирует. И я думаю, что родители нам точно скажут за это спасибо. Ну, а по поводу инструментов. Какие у вас инструменты? Ну, главный инструмент и основной – это малый маршевый барабан, то есть который у нас есть у всех детей. Вот. Кроме него, это инструменты ударной группы – это тарелки оркестровые, это бас-барабан. Ну, и есть какие-то разные аксессуары, ну, так скажем, звуковые, которые мы иногда добавляем. Ну, в основном, вот на данный момент, это основная группа инструментов, которую мы используем. Ну, нам хотелось бы развиваться, конечно, и расширить наш тембровый ряд, но пока мы, так скажем, используем экономический ресурс родительский, и им огромное спасибо за это. Ну, вот имеем то, что имеем. Елена, давайте поговорим о конкурсах. Вот как раз конкурс юных исполнителей на ударных инструментах «Ритмикон». Скажите об участии в конкурсе этом, и что вообще для вас, для вашего коллектива выступление – это всегда ли праздник? Ну, в реальности, да, наверное, дети, они в первую очередь артисты. Я говорю об этом, потому что сама прошла достаточно большую сценическую школу и была практически 20 лет участником вокального коллектива. Вот, и действительно, сцена – это адреналин. И если ты туда попадаешь, и ты без этого уже не можешь. И я понимаю, что мои дети, они это почувствовали, и они тоже стремятся к этому. Поэтому самое главное, наверное, для педагога, чтобы этот процесс происходил именно так, чтобы они выходили на сцену уверены. Но это, наверное, одно из главных моих кредо педагогических – создать для ребенка ситуацию успеха. То есть поставить его в такие рамки, когда, несмотря на то, что, ну, несмотря на уровень своих способностей, он все равно будет успешен, он все равно будет понимать, что он лучший. Вот, только в этом случае он, ну, выполнит программу максимум на сцене. Вот, потому что он понимает, что он здесь главный. Вот, и без него команда не будет успешной. А что касается выступлений конкурсных, ну, это, наверное, особая область, которой можно, так скажем, говорить более подробно и много. Но мы столкнулись с тем, что, будучи таким, ну, не совсем обычным коллективом, мы не нашли в нашем регионе конкурса, где мы могли бы участвовать, потому что, ну, нет нашей номинации. Нет, то есть, может быть, просто ансамбль инструментальный, ударных инструментов. Мы пробовали выступать и под маркой танцевальное шоу, и музыкальный театр, вот, но мы понимаем, что, и понимали, что в этом случае оценка жюри будет не совсем объективна. Вот, и, наверное, вот на этой волне и возникла идея создания конкурса, который бы полноценно оценил способности детей именно в этой узкой области. Так родилась идея создания конкурса юных исполнителей на ударных инструментах «Ритмикон». Так, как прошел окружной этап? Ну, хочу сказать, что в прошлом году мы пробно запустили в заочной форме. На тот момент участвовало 400, поучаствовало 400 участников, около 40 учреждений. В этом году мы запустили конкурс в два тура. Да, сейчас прошел окружной этап, и могу сказать, что в нем поучаствовало 85 учреждений образовательных Самарской области, и более тысячи участников, более тысячи детей могли показать свои способности профессиональному жюри. И завтра победители окружного тура встретятся и покажут свои способности на сцене Центра социализации молодежи в Самаре в финале нашего конкурса. Ну, ваш коллектив, разумеется, в финале. Ну, да. Разумеется. Так, ну что же, давайте озвучим, наверное, какие-то организационные моменты. Можно ли стать участником вашего коллектива, и вот если очень хочется, у ребенка есть к этому способности. Когда вы проводите набор, как вы его проводите, расскажите вот об этом. Ну, в реальности бывает так часто, что к нам просятся дети более старшего возраста, ну, нежели, например, младшая группа. То есть это дети реально в возрастной категории, которые больше подходят к старшей группе. И мы тогда просто озвучиваем, что, ну, дети, которые сейчас в старшей группе, они по факту занимаются 7 лет. То есть, и чтобы догнать их уровень, человек должен, ребенок должен приложить максимум усилий. То есть были такие у нас эксперименты, что ребенок приходил, он взрослый, но он попадает в младшую группу. Конечно, детская специфика такова, особенно подросткового возраста. Им интересно только в среде сверстников. И, конечно, дети не приживают таким образом. Младшую группу у нас набор происходит второй год, и мы еще набираем. Но мы обращаем внимание, конечно, на, скажем так, на музыкальность, на какие-то коррадиционные моменты, на пластику ребенка, на его чувство ритма, конечно, в первую очередь. Ну, и опять же, на готовность трудиться, потому что, как ни крути, это труд. Да. Мы находимся в муниципальном бюджетном учреждении Центра дополнительного образования «Экология детства» в одном из клубов по адресу Карла Маркса, 10, «Калейдоскоп». Там проходят занятия три раза в неделю, понедельник, вторник, пятница. Ну, все-таки сейчас можно обратиться к вам? Вы лично проводите наборы, смотры? Да, мы совместно с преподавателем по инструменту отсматриваем детей, да, и, как правило, не отказываем, если есть желающие, к нам записаться. Где можно видеть ваше выступление? Ну, как правило, как я говорю, что мы всегда за любой кипиш, если можно так выразиться, вот, и мы можем быть на любой площадке абсолютно, начиная там от дня города, заканчивая какими-то корпоративными мероприятиями, то есть, потому что коллектив изначально родился на базе железнодорожного учреждения, и мы, так скажем, часто бывает отдаем дань железной дороге любимой и часто выступаем на ее мероприятиях. Ну что же, Елена, подводя итог нашему с вами сегодняшнему разговору, я хочу предоставить вам заключительное слово, если вдруг я о чем-то забыла вас спросить, а вы хотите еще что-то сказать о коллективе, пожалуйста, и все-таки почему важно современным детям заниматься творчеством музыкальным? Ну, вы знаете, Елена, наверное, это такая, это такая тонкая линия, да, которая в первую очередь ведет к душе. И мы не так давно были на фестивале, на одном очень крупном, я смотрела на других детей и на своих, и как другие дети реагируют на чей-то успех или не успех, и как мои. То есть они по своей привычке очень открытые, они радуются или огорчаются, но они всегда поддерживают, даже если не знают человека. И совершенно противоположная реакция была с другой стороны. И я понимала, что, наверное, все непросто, и мы на верном пути, потому что неважно, станут они профессиональными музыкантами или нет, но самое главное, что мы воспитали людей. А я, вы знаете, хочу добавить к услышанному, когда мы с вами сегодня общались, вы сказали такую фразу, что многие хотят именно продолжать профессиональный путь. Это означает только лишь одно, что вы сумели привить любовь к этому виду искусства, и за что лично вам, вот как педагогу, прям вот отдельные аплодисменты. Аплодисменты. Благодарю вас. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова